В данный момент в этом разговоре я выступаю в роли человека, который, как и любой нормальный человек, стремится разобраться в смысле жизни. Существует высший разум, который все это сотворил по уму, как бы по мысли. Он не имеет образа. Как не имеет образа воздух, который нас с вами сейчас окружает, и мы им дышим. Мы в мысли этого Творца, мысли, как заложенная им идея излучать свой свет, наслаждать все свои творения, да, и любить свои творения. Все, что мы с вами создаем, дети, семья, мы, как нормальные люди, должны любить. Итак, Господь создает человека, хочет его сделать совершенно, таким же, как он сам. При этом он понимает, что к совершенству человек, к сожалению, придет с заднего парадного, не с парадного входа, а с какой-то там, я не знаю, проходной, да, там, на задней узкой улице, понимаете, через все проблемы. Вот здесь, да, мы можем поставить акцент на том, что появилось какое-то зло в мире. И это зло появилось не потому, что высший творец его создавал. Сам человек создал это зло тем путем, которым он злым путем пошел к своему совершенству. Он очень долгий, он очень трудный, он очень мучительный, но в любом случае он придет к этому совершенству. Отец хорошо, по-моему, понимает, что его ребенок пройдет через путь каких-то определенных ошибок. И его совершенство будет достигнуто не тем путем, о котором бы желал бы его отец, а более трудным, более коварным, более жестоким. Ему нужно, чтобы создание его сами дошли до совершенства, иначе это называется, знаете, в народе у нас называется иждивенством. Да, вот тебе наготови, вот тебе все, дом, квартира, все, не работай, ничего, живи, и вот тебе самолет, летай. Ну, если мы вернемся к Ветхому Завету, Адам и Ева, райский сад, ничего не поливай, ничего копать не надо, лопатки приобретать, придумывать не надо, да, там, и дождь вовремя пойдет, и все. Но Адам, скажем так, почувствовал себя издивенцем, наготови он. Он хочет совершенства, которое он сам через себя добьется. Через этот путь исправления, постижения совершенства, это достояние, которое уже заслуживает сам человек, это достояние, которое зарабатывает по своей жизни сам человек. Замысел высшей силы не создать зло, а создать творение совершенное, которое через свой путь, жизненный путь, да, через свои достижения, достигает этого совершенства. Знания приходят, вы знаете, да, тогда, когда к ним стремишься, истина открывается тогда, когда ты ее ищешь. По своему недоразумению, неразумению, человек не ищет эту истину в нужные минуты. Обычно люди начинают искать истину, искать смысл жизни в тяжелые минуты своей жизни. И вот пока они не доходят до этой ситуации, они иногда вообще просто не задумываются о том, а что, для чего все это, как идти, как исправлять ситуацию, как, в конце концов, победить самого себя. Ведь кто-то из мудрых людей сказал, самая главная победа – это победить самого себя. Почему именно сам человек себя может в сторону отвести далеко от истинной цели и от истины самой, и от совершенства? Сам человек себя отводит. Мы ищем истину. Истина, она существует, она не поддельна. Для меня это какие-то определенные знания. Они не мною придуманы, они испокон веков даны нам, даны нашими предками, нашими прародителями. Знания испокон веков передавались. Не-не-не-не-не-не. Мой голос ни в коем случае не один.